Привет, мои хорошие, с вами Селена Свэй, и сегодня я хочу поговорить с вами об интуиции. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной. Итак, хочу с вами, вдохновленная последними событиями, как моя интуиция помогает мне в моей жизни, я решила поделиться, думаю, что бы не рассказать моим девочкам об интуиции, как вот я с ней встречаюсь в жизни, и мне интересно у девочек, как вот она встречалась ли в жизни, знаете ли вы, что такое интуиция, и умеете ли вы ей пользоваться. Что могу сказать, в свою очередь, я по поводу интуиции? Я считаю вообще, что интуиция — это ничего такого сверхъестественного, сверхспособного. Как вы знаете, наш ум... Закрой все-таки окошки. Как вы знаете, наш ум, он может много чего видеть и запоминать, больше, чем мы сами думаем, да, то есть мы, допустим, сфокусированы на чём-то, да, мы видим дерево, зелёное там, ещё что-то, ещё что-то, но на самом деле мы-то видим намного больше, и с учётом того, что у нас есть какой-то определённый опыт в жизни, который мы тоже забываем со временем, он имеет место быть. Также есть бессознательные моменты, которые тоже запоминают. Например, вы увидели какого-то плохого человека, да, и вы отметили, что, ну, плохой человек, да, он агрессивный, вы отметили, что там он как-то может быть ужасно выглядит, да, какие-то грубые моменты, но ваше подсознание, оно заметило ещё больше моментов, может быть, как человек двигается, что говорит, какие-то такие нюансы, которые, может быть, вы не обратили на них 100% внимания, но ваше подсознание тоже обратило на них внимание. И я считаю, что такое интуиция. То есть интуиция — это наши вот эти бессознательные моменты, которые просто мы не понимаем, почему мы не можем объяснить, но они нам подсказывают, что что-то здесь не так. Как бы где-то уже с этим, может быть, встречались вы, да, или ваши подруги, рассказы какие-то, то есть в кино, может быть, всё-всё, что угодно, книги, то есть всё это в совокупности. То есть вы не можете объяснить, что не так, но по каким-то моментам в жизни, да, вот в ситуации или при встрече с человеком ваше подсознание обращает внимание совершенно на другие моменты, на тоненькие, которые потом же вам и говорят, что что-то здесь не так. И потому у нас срабатывает такое чувство, что что-то не так, что-то вот здесь я чувствую, что объяснить невозможно, да. Вот, и я на самом деле интуицией пользуюсь давно своей. Мама как-то мне в детстве ещё сказала, интуиция, пользуйся своей интуицией. Я раньше думала, что это такое интуиция, как ей пользоваться, что к чему, непонятно. Но со временем, конечно, как славится всем женская интуиция, да, что мы более такие, потому что, опять же, да, это в психологии, что мужчина, он как бы как, он видит и думает как бы вот так, да. Хотя интуицию, на самом деле, я считаю, что могут развивать все, и мужская интуиция тоже бывает. Просто ему, этому человеку, мужчине, да, нужно развивать вот эти такие, ну, как бы, можно сказать, грубо говоря, что ли, какие-то женские такие вот качества. Они в том смысле женские. Сейчас, конечно, может эта фраза не понравится многим, да, но есть вещи, которые присущи мужчинам, например, да, там, сила, какая-то активность, там, защита, да, а есть, ну, то есть, вот, что-то такое строгое, да, а есть какая-то мягкость и всеобъемлющаяся такая женская. И я считаю, что каждый человек должен, ну, как бы, все это иметь в себе 50 на 50. Как женщины не должны быть слишком мягкие, слишком такие, они тоже должны проявлять какие-то такие мужские характеры, ну, мужской характер. Иногда в ситуациях это очень нужно, где-то силу проявить и так далее. Как раз-таки женщина, когда становится матерью, она очень много таких вот вещей жестких может проявлять, да, как защищать и так далее своего чада. Также мужчины, они тоже могут развивать какую-то внимательность, мягкость. И эта интуитивность, она сама собой, как бы, возникает в человеке. Если он будет, как бы, широко смотреть, широким взглядом на жизнь, так же, как и женщина. Ну, вот, я к чему, что славится женская интуиция, потому что мужчины, они изначально больше заточены на что-то другое, да, вот как-то, вот так вот смотрят, туннельно как-то или вот в психологии написано, да. А, допустим, женщины, они более широко смотрят. То есть женщина, заходя в какое-то помещение или здание, она, обращая внимание на какие-то вот вещи и детали, да, она уже может сказать, какая, например, в семье погода, там, поссорились муж с женой или нет, да, там, то есть вот какие-то такие вот нюансы, на которые мужчина просто даже не обращает внимания. Потому у нас это больше развито, я думаю, вот эта вот интуиция, потому что мы как бы не только бессознательно все эти моменты обращаем внимательно, но мы еще и сознательно очень часто обращаем на это внимательно, потому что наша натура такая. Я считаю, что интуицией нужно пользоваться всем людям, особенно девушкам, так как мы можем ей пользоваться, и ни в коем случае ее не упускать, ее нужно развивать, на нее нужно обращать внимание. Конечно, этим учиться, этим нужно учиться. Впервые, например, я свою интуицию почувствовала, ну, просто на элементарных вещах каких-то, когда вот просто вот ситуация, да, что-то складывается, просто у тебя чувство, чувство, что ты чего-то не хочешь, да. То есть сначала, конечно же, я обращала внимание на грубые какие-то вещи, да, вот, например, что происходит, а ты не хочешь, и вот не можешь объяснить себе, почему ты не хочешь, да, и потом это делаешь. То есть у меня было такое, что я шла против себя. То есть я чувствую, что я что-то не хочу, еще об интуиции вообще ничего не знала. Чувствую, что что-то не хочу, но я шла против себя. И потом происходили какие-то вещи, да, то есть которые, думаю, блин, лучше бы не пошла, вот я и не хотела, да, вот такие же бывают, да, я же не хотела еще идти, еще что-то. Потом я просто, так как я человек такой, который, да, вот стараюсь замечать, плюс я люблю еще следить там за своим умом, там, да, что происходит, эмоции, как у других, так у себя, я все люблю это копать, поэтому, естественно, я начала обращать внимание на то, что в какие моменты это происходит, да, что вот так все получается. Нужно обратить внимание. Были моменты, когда я проверяла, уже я поняла, что я проверяю свою интуицию, то есть действительно я чего-то не хотела, или кто-то мне не нравился, или кому-то я не доверяла. Я шла наперекор этому, но имела это в виду, что я не хочу. И я думаю, проверю, что это такое. В итоге всегда оказывалось, что моя интуиция не подводит, то есть действительно я не хотела, потому что что-то я не доверяла какой-то мутный человек, он предает, да, ситуация какая-то, даже элементарная там, в школу, например, да, ты там не хочешь идти или в институт, да, вот прям вот не хочешь и все эти, и приходишь туда, и занятия отменяют. По каким таким моментам ум это успел оцифровать, что это может быть, да, именно вот в такой ситуации? Это непонятно, но я привыкла доверять, да, и если у меня бывает, она очень такая тоненько подсказывает что-то, бывает очень рьяно прям, да, то есть если очень рьяно, то это понятно, что я могу даже присмотреться, если прям присмотреться, да, допустим, колотит, да, я начинаю присматриваться и обращать, постараться побольше обратить внимание на какие-то детали, и если я пристально внимательно, ну, если я пристально внимательно смотрю за этими деталями, то я, в принципе, свою интуицию могу оправдать, я могу объяснить, почему эта интуиция у меня так сработала, потому что вот так, вот так, вот так, просто изначально я не обратила на это внимание. Бывают тоненькие такие моменты, да, когда она вроде бы вот как-то вот так вот, да, то я просто осторожничаю где-то, но я ее проверяла очень много раз, и я решила, что я своей интуиции доверяю, она никогда меня не подводит. Вот, это даже в элементарных, вот последний пример, который я могу привести, это я покупала билеты. Как моя интуиция могла мне здесь вообще помочь, подсказать, как бы вообще я не могу определить, но, видимо, что-то, ну, если, может быть, времени побольше на это уделить, то, конечно, может быть, найдутся ответы. Ну, например, я покупаю билет, там, к своему любимому, покупаю билеты, и я хочу сказать, что у меня в жизни никогда так не бывало, что я какая-то растерянная, я не знаю, что делать, мне нужно спросить у кого-то советы, то есть это было давно-давно, лет 18, но уже как несколько лет, да, я прекрасно живу и не спрашиваю, ну, особо ни у кого каких советов, мне не нужно, я знаю, как жить, что делать, я сама могу давать советы, вот. И, соответственно, происходит ситуация, когда я покупаю билет в РЖД онлайн, мне нужна определенная дата, есть определенные фирменные поезда, на которых я хочу поехать, то есть есть определенные условия, которые мне нужны обязательно. Я начинаю искать этот билет, открываю, уже практически за полмесяца, нету билетов, просто нету билетов и все. Я понимаю, что что-то нужно делать, потому что ехать мне нужно по-любому, в определенные числа, да, то есть не позже, позже уже нельзя. Я начинаю смотреть, нигде нету, то есть либо билеты дорогие такие, там, по 10-15 тысяч, как бы, ну, на поезде я не хочу тратить такие деньги, можно уже полететь, но лететь я тоже не хотела. В итоге, непонятно что, короче, но я понимаю, что надо брать билет, но ощущение такое, я растеряна, я не знаю, что делать, потому что его надо брать, но ни в один, как бы, билет, ни в один пояс, ни во что у меня, как бы, не ложится, что, о, вот я возьму. Обычно так бывает, все, вот у меня все, вся жизнь интуитивная, да, там, о, вот это я сделаю, о, вот это я куплю, о, вот с этим поговорю, об этом, то сниму. То есть все-все интуитивно, все видео мои интуитивные, чтобы вы знали, вот. И тут я растерялась, как бы, я начинаю звонить своему любимому, говорю, что мне делать, я не понимаю. Он тоже, как бы, не спешит, говорит, давай через пару часов, там, та-да-та. И, в общем, ну, он был занят, да, потом мы через пару часов созваниваемся, как-то вот решаем момент, ну, давай решим. Я понимаю, что не могу взять никакой билет, и просто через какое-то время я захожу, буквально, там, через 2-3 часа на этот РЖД, и освобождается в моем поезде, вот, как я прям хотела, какой поезд, какой вагон, потому что я не люблю, чтобы был крайний, там, или первый, да. Все по билетам, то есть дешевый билет, место, которое мне нужно, не наверху, девочки и мальчики, не наверху, наверху вообще там можно было взять. Низ! Невозможно, не было ни одного низа, чтобы вы знали. Короче, я просто-просто-просто на радостях быстренько-быстренько покупаю этот билет, и думаю, вот почему я не хотела брать. У меня прям вот был, вот прям вот не брать. Прям был момент уже, все, покупаю, регистрирую, уже как бы вывожу, и вот прям чувство такое, не бери, не бери внутри, и вот не беру. Ну, как интуиция могла все это узнать, я не знаю. И что я могу вам в итоге сказать? Вот мне очень интересно, девочки, узнать вашу интуицию, пользуйтесь вы своей интуицией, может быть, расскажете какую-то историю, где она вам очень помогла, что-нибудь, может быть, из последнего. И что я могу сказать, что интуиция это прекрасное чувство, это жизнь вообще беззаботная, кажется, если вы будете слушать свою интуицию. Кто не знает, что такое интуиция и не умеет ей пользоваться, я желаю, чтобы вы стали более внимательны к себе, начали обращать внимание на какие-то вещи, и, наконец-таки, начали пользоваться интуицией, если вы еще и не пользуетесь. Я желаю вам увидеть это в себе, раскрыть это в себе и пользоваться, и чтобы она помогла вам становиться еще более счастливыми и уверенными в себе. А с вами была Селена Свея, если мое видео было вам полезным, ставьте лайки, жду комментарии, жду ваши истории, и увидимся в следующем видео. Пока-пока.